Калужская область. Юрий Хашимов, юрист Москва. Алексей Орлих, юрист Иошкар-Лан. Анатолий Белкин, юрист-поэт-математик Москва. Яков Мисеевич Подольный, врач-психиатр Крамель Израиль. Друзь Александр. Александр Друзь, руководитель программы Питерской телекомпании «Золотой Челец». И Виталий Фёдоров, журналист Москва. Сегодня за центральным игровым столом будет играть Виталий Фёдоров. Виталий, прошу вас. Виталий, по традиции, получает наилучшее пожелание от своих соседей по ложе гроссмейстеров и направляется к центральному игровому столу. Вы прекрасно знаете, как в нашей игре выбирают себе соперников. У вас за спиной ложе претендентов. Там 16 игроков. Кто-то действительно сильнее, кто-то слабее. Есть очень сильные игроки. Сейчас за спиной у вас начнётся хаотичное мигание, которое вы и остановите нажатием кнопки. Сегодня против Виталия играют Сергей Владимирович Северов. Шинник из Москвы. Прошу вас. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте, Петр Борисович. Вторым соперником Виталия становится Денис Степаненко. Студент Южноуральского государственного университета из Челябинска. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Ну что же, уважаемые игроки, компания сегодня подобралась просто замечательная. Сергей Владимирович, насколько я понимаю, вы отец Алексея Северова, да? Именно так. Чьё место занял Виталий в ложе гроссмейстеров? Именно так. Понятно. Мотив вашего появления на нашей игре мне понятен. Ну что ж, хотелось бы напомнить вам о том, что по правилам нашей игры, в том случае, если претендент обыгрывает гроссмейстера, претендент занимает место обыгранного гроссмейстера в ложе сильнейших. Также хотелось бы вам напомнить о том, что в финале игр года нами будет разыгран наш главный приз. На данный момент он составляет 815 299 рублей. И поверьте мне, он ещё увеличится. Сейчас я попрошу показать нашим участникам все темы нашей сегодняшней своей игры. Спонсор нашей программы торговая марка Эрих Крауза. Эрих Крауза – это качественные канцелярские товары для повседневных работ в офисе и дома. Эрих Крауза – работа приятная на ощупь. Итак, впереди первый раунд. Первый раунд и его темы. Химия, США, плата за труд, литературные дуэли, автомобильные эмблемы и спорт. Виталий, выбирайте. Спорт 100. В волейболе и теннисе подача, а в баскетболе и хоккее шайбы – именно это? Вбрасывание. Верно, Виталий? Спорт 200. Год мешки вам достается, Виталий. Сергей Владимирович, справа от вас, а Денис слева. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, играем. На войне, как на войне, 600. Будьте любезны, фото. Это изобретение пользовалось немалой популярностью на фронтах двух мировых войн. Что это такое? Но кроме осветительного снаряда, ничего в голову не приходит. Сергей Владимирович, это зажигалка. Прошу вас, играйте. Спорт 300. Этим стилем герой фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» Костя Иночкин проплывал 100 метров за 2 минуты 12 секунд. На спине. Верно. Спорт 400. Вам доставить салксион. Естественно, номинал. По-голго мы сейчас поступить не можем. В этой спортивной игре один только вратарь имеет право бросать мяч обеими руками. По-видимому, кантбол. Нет. Нет, Сергей Владимирович. Только в водном полу. Дальше. Спорт 500. Только этот прыжок фигуристы исполняют из положения «Лицом вперед». Тулуп? Нет, Денис. Аксель. Сергей Владимирович. Автомобильный эмблема 100. Его изваяние Огюст Бартольди установил в Бельфоре как памятник о безуспешной немецкой осаде 1871 года. Оттуда он скакнул на знак «Пежот». Завод рядом. Лев. Верно, Виталий. Автомобильный эмблема 200. Фигурку на капоте отливали из бобита, позже из бронзы и хромированной стали. Но это название, заменившее дух восторга, за ней закрепилось. По-моему, «Летящая леди» она называется. Верно. Автомобильный эмблема 300. Он начинал карьеру на заводе, производящем коробки передач. Зубья шестерен в них для лучшего сцепления имели форму «Шеврона». По-моему, «Ситроен». Совершенно верно. Его фирма два белых «Шеврона» на красном поле. Дальше. Автомобильный эмблема 400. Вход в мешке вам достается. Минус 700 у Сергея Владимировича и минус 500 у Дениса. Надо помочь Сергею Владимировичу выйти из минуса. Спасибо. Быт или не быт 500. Будьте любезны, фото. Французы называют такой дорожный набор необходимым. А мы практически тем же французским словом. Несесер. Верно. Сергей Владимирович. Плата за труд 300. В Москве позапрошлого века чиновник именно этого класса получал 120 рублей в год и как-то умудрялся прожить. Я думаю, что 14-го. Калейский регистратор. Верно, Виталий. Плата за труд 100. По закону США минимальный размер заработной платы за этот промежуток времени равняется 4 долларам 25 центам. По-моему, за час. Верно. Дальше. Плата за труд 200. Это популярное народное проклятие прозвучало в бриллиантовой руке по адресу бедолаги Гены. Что-то жил на одну зарплату. Верно. Литературные дуэли 300. В поединке на шпагах Швабрина с Гринёвым было злостно нарушено именно это правило дуэли. Не было секундантов. Верно. Литературные дуэли 200. На дуэли, описанной Достоевским в этом романе, Гаганов трижды промахивался, а его соперник Ставрогин трижды стрелял в воздух. По-моему, бедные люди. Нет, Виталий, вы что? Бесы. Дальше. Литературные дуэли 100. Его вызвал на дуэль сын графа де Морсера, но узнав о старинном предательстве отца, извинился перед соперником у барьера. Эдмона Дантес или графа де Монте-Кристо. Дальше. Соединённые Штаты 300. Ныне самое низкое достоинство монеты США один цент. Самое высокое это... Денис? Дабл игл 20 долларов. Нет. Речь идёт о монетах. Один доллар. Дальше. США 200. Американцы метко прозвали его летающим овальным кабинетом. Самолёт, на котором перемещается президент. Браво. Соединённые Штаты 100. К неудовольствию Буша-старшего Верховный суд признал право топтать или сжигать его одной из гарантий свободы слова. Флаг Соединённых Штатов. Верно. Химия 300. Вам достаётся аукцион. 700 у вас, 900 у Виталия, пока минус 800 у Дениса. Никогда так не делал, но пусть будет вабанг. Виталий? Нет, это у меня вабанг будет. Играем. Если вы способны поверить в теорию древнего грека Фалеса Милецкого, то опишите всё сущее на земле с помощью этой формулы, состоящей из трёх знаков. H2O. Верно. По Фалесу всё состоит из воды. Играйте, Виталий. Химия 100. Именно такое стекло неизвестно зачем изобрёл химик Иоганн Глаубер. Жидкое. Нет. Ну, допустим, непрозрачное. Нет, Виталий. Виталий. Растворимое. Дальше. Действительно зачем? Химия 200. Этот способ определения металлов получил название пламенного анализа. Спектрография. Нет, Денис. По цвету пламени солей, которым соли окрашивают пламя горелки. Нет. Сжигание металлов. Дальше. Химия 400. В этом безводном оксиде урана супруги Кюри обнаружили полоний и радий. Ураненит. Дальше. Автомобильные эмблемы 500. Завод Порше основан в этом центре герцогского-вюттенбергского на месте бывших конюшен. Вот лошадь на знаке и утвердилась. Штутгарт. Штутгарт в переводе это сад кобыл. Дальше. Ай, хе, эти платы за труд 400. В этом рассказе Михаила Булгакова герою выдали жалование крапками спичек, а его соседке по квартире церковным вином похожим на красные чернила. Денис. Девалиада. Верно, Денис. Девалиада. Выбирайте. Химия полтыщи. Немец Марграф слывет почему-то первооткрывателем этого металла, хотя Парацельс описал его на 200 лет раньше, а на Востоке его вообще знали с незапамятных времен. Сынк. Дальше. Штаты 400. Подобный комплекс для спортсменов впервые построили в Лос-Анджелесе в 1932 году. Олимпийскую деревню. Денис. Штаты 500. Штаты 500. По этой причине островок Эйлис-Айланд у входа в порт Нью-Йорка до сих пор слывет островом слез. Там отказали во въезде многим иммигрантам. Совершенно верно, Денис. Иммигранты там дожидались въездной визы. Плата за труд 500. За эту работу Аполлон заплатил вулкану с сонетом. А вот Роберт Бёрнс намеревался повысить плату кузнецу аж до пяти четверостишей за то же самое. Отковать лошадь. Верно. Вулкан сегодняшнего дня твой труд с универ выше. Не подкуешь на мне коня за пять четверостишей. Дальше. Литературные дуэли 400. В этой повести Чехова дьякон помешал биологу фон Корону застрелить Лаевского. В самый момент выстрела выскочив из укрытия с воплем он убьет его. Дуэль. Последний вопрос. Литературные дуэли за 500. На дуэли Пьера Безухова и Долохова барьер был обозначен с помощью этого. Вот он тряснет шпаги. Верно. Ну что ж, давайте подведем итог нашего первого раунда. 400 на счету у Сергея Владимировича. 900 у Дениса. 1700 у Виталия. Впереди второй раунд. Второй раунд я хотел бы внести некоторые коррективы в ваши счета, уважаемые игроки, точнее говоря, в счет Дениса Васильевича Степаненко. Денис, в первом раунде прозвучал вопрос о самом высоком достоинстве монеты США. Вы ответили 20 долларов. Я, в принципе, считаю этот ответ правильным. Действительно, 20-ти долларовая монета существует. Я уж не знаю, сколько их всего осталось на земном шаре, но их хождение по сей день никто не отменял. Поэтому вы на этом вопросе проиграли 300 рублей. Мы их вам возвращаем. И также еще возвращаем вам выигранные вами 300 рублей. Итого у вас на счету становится на 600 рублей больше. Начинаем второй раунд. Темы второго раунда. Хакеры, высадули в огороде, искусство и деньги, будьте здоровы, вечный город и нравы. Прошу вас, Сергей Владимирович, выбирайте. Будьте здоровы, 600. Анестезиологи обращают внимание еще и на цвет волос пациента. Считается, что у обладателей такой шевелюры порог болевой чувствительности выше. Блондины. Нет, Денис? Наоборот, у брюнетов. Увы, Виталий Сергей Владимирович, нет желания дать правильный ответ? Ну, попробую сказать рыжие. Верно. Будьте здоровы, 400. В ближайшее время медики намерены сделать ее более точной с помощью собственного обоняния. Диагностика определения болезни по индивидуальному запаху пациента Олоро-диагностика. Дальше. Будьте здоровы, 200. Древние римляне рекомендовали прописывать раненым воинам диету из морепродуктов из-за высокого содержания этого элемента. Ну, фосфора, наверное. Нет, Михаил. А, ну да. Йод. Совершенно верно, йод. Будьте здоровы, 800. Англичанин Шарпей Шафер открыл этот хорошо знакомый игрокам гормон. Американец Абель его выделил. Японец Токамине получил в чистом виде. Адреналин. Верно. Будьте здоровы за 1000. Вам наставится код в мешке. 1900 у вас на счету. 1000 у Сергея Владимировича. 900 у Виталия. Сергея Владимировича. Сергей Владимирович, играй. Греческие мифы 800. Будьте любезны, фото. Назовите главного героя мифа. Прометей. Верно. Сергей Владимирович, играйте. Печни, город 600. В путеводителях специально оговорено, что туристы могут осматривать этот памятник с 9 утра, но не позднее, чем за час до заката. Может быть, Колизей? Верно. Назово 600. Во время Второй мировой войны доктор Чарльз Дрю возглавлял донорский проект американского Красного Креста. Но ему сдавать кровь не разрешали. Почему? Потому что он был афроамериканцем. Дальше. Речный город 400. Немецкий писатель 16 века Уллерих фон Гуттен писал, что привез из Рима нечистую совесть, расстроенный желудок и пустой, что же? Ну, кошелек, наверное. Да, Виталий. Нравы 200. Новорожденных мальчиков они тут же убивали. Девочек оставляли жить. Амазонки. Верно, Виталий? Нравы 400. На третьем съезде партии он открыто заявил, мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Ленин. Нравы 800. Гек Финн мрачно размышлял, будь у меня такая же назойливая собака, отравил бы. Места она занимает больше, чем прочие внутренности, а толку от нее никакого. Совесть. Верно, Сергей Владимирович? Вечный город 200. После завоевания этого города Аркутсита воздвиг его преемник император Домициан. Видимо, тот же Рим? Нет. Иерусалим. Верно, Виталий? Вечный город 800. С июля по сентябрь римская опера приглашает на свои знаменитые спектакли под открытым небом в эти термы. Знаменитые термы Каракала. Деньги 200. Его книга 1454 года стала самой дорогой из печатных. Техасский университет заплатил за нее без малого 2,5 миллиона долларов. Иоганн Гутенберг? Верно, Денис. Восадули 600. Сортом белой сирени девственницы селекционеры почтили память этой воительницы. Думаю, Жанна Дарк. Верно. Искусство и деньги 400. Польский виртуоз Бронислав Губерман стал не пианистом, а скрипачом именно по этой причине. Пальца, может быть, не хватало у него. Нет, что вы. Может, им больше платят? Ход размышлений. Я понимаю вождение, однако это неверный ответ. Инструмент дешевле стоил. Да, принято. У отца не было денег на покупку дорогого пианино. Хакера 600. Некий ушлый американец предлагал желающим гарантированную защиту от хакеров. Заплатив, вы получили бы не программу, а именно этот дельный совет. Я думаю, что не включать компьютер, а не выходить в интернет. Верно. Хакера 400. Чтобы избежать неприятностей, опытные хакеры хранят данные, похищенные в сети, именно там. В сейфе. Нет, Денис. В чужих компьютерах. Дальше. В осадуле 200. Подчеркните одним словом вредную суть лебеды, раскидистой, чертополоха, паникающего и приползучего. Сорняки. Верно, Сергей Владимирович. Хакера 200. В 1981 году такую компьютерную систему штата Колорадо шутя вскрыл юный хакер, доведя чинов из Пентагона до прединфарктного состояния. Систему противовоздушной обороны штата Колорадо. Дальше. Сергей Владимирович, выбирайте. В осадуле в огороде 800. В этом саду, некогда заложенном на пустыре монахами-картезианцами, одни студенты Шарбонны читают учебники, другие предпочитают отдохнуть в тени. Люксембургский сад. Дальше. Искусство и деньги 800. В 1894 году на Бродвее киносеанс из пяти фильмов обходился одному зрителю в 25 центов. Из десяти фильмов в такую цену. Да может быть тоже в 25 центов. Нет. Вы будете смеяться. В 50 центов. Дальше. Все великие. Хакеры 800. Этот знаменитый хакер разъединял линии, подслушивал разговоры и создавал бесплатные номера, оканчивая их цифрами 007. Джеймс Бонд. Нет, Денис. Речь все-таки о хакерах идет. Митник. Совершенно верно. Виталий. Ну, а вы тысяча. Рассказывают, что Людовик XIV, уличив карточного партнера в шулерстве, приказал посадить его в Бастилию. Но в виде утешения разрешил именно это. Играть там в карты? Нет. Забрать с собой выигрыш? Вечный город тысяча. В этом фильме Пазолини персонажи дна, как и положено у неореалистов, изъясняются на римском диалекте. А в главной роли блистает Анна Маньяни. Мама Рома. Только не подумайте, что мы считаем, что Пазолини всю жизнь был неореалистом. Тогда был. Дальше. Хакеры тысячи. Люди, признающие за хакерами заслуги в скачкообразном развитии кибернетики, дали им это революционное прозвище. Киберреволюционеры. И последний вопрос искусств и деньги за тысячи. Разыгрываем. Это аукцион и достается он Виталию. Что скажете, Виталий? Я скажу номинал. Тысяча. Что скажете, Сергей Владимирович? Пас. Играем. Именно поэтому скуповатый Рассини называл миллионеров Ротшильда и Моргана лучшими из его друзей. Они не занимают у него денег. Браво! Давайте подойдем итог второго раунда. Минус пятьсот на счету у Дениса. Две четыреста у Сергея. Три семьсот у Виталия. Впереди третий раунд. Вологодчина. Один из четырёх. Окна и поэзия. Прошу вас, Денис, начинайте. Окна шестьсот. Исаак Ньютон, двадцать шесть лет, молча заседал в палате лордов. Лишь однажды он к общему удивлению попросил слово и выступил именно с этим предложением. Открыть окно. Нет, Денис, увы неверно. Попросил закрыть окно. А вот это верный ответ. Закройте окно, сквозняк. Прошу вас. Окна девятьсот. У горе-переводчиков персонажи то и дело входят или выходят в загадочное французское окно. Окно на самом деле представляет собой именно это. Застеклённую дверь на балкон или на веранду. Френч-виндоу. Дальше. Один из четырёх. Девятьсот. На штурм Тартукая молодой Александр Суворов шёл со шпагой в руке. Был ранен и награждён Георгиевским орденом этой степени. Второй степени. Третий он к тому времени имел, а первый получил за Рымник много лет спустя. Дальше. Один из четырёх. Шестьсот. Его устами Дюма отец предупреждал читателей. Женщина сотворена нам на погибель. Она источник всех наших бед. Атос. Нет. Сергей. Арамис. Да, Сергей Владимирович. Шахматы девятьсот. Именно он одержал победу в первом чемпионате Советской России 1920 года. Будущий чемпион мира Александр Алёхин. Конечно. Шахматы шестьсот. На Олимпиаде 2002 года сборная этой страны сыграла последний матч со сборной Югославии в ничью и в очередной раз стала чемпионом. Грузии. Нет. Россия. Дальше. Шахматы триста. Любителям шахматных задач хорошо известно, что он может быть и кооперативным и обратным. Мат. Верно, Виталий. Вологодчина триста. Испытание этого воздухоплавательного снаряда Александр Можайский проводил на горке в имении жены. Теперь там дом-музей изобретателя. Самолет. Да. Один из четырех триста. Из четырех Генрихов, правивших Францией, Бурбоном был только этот. Генрих или Анри Четвертый. Да. Тот самый славный король. Вино любил до черта, но прессов бывал порой. Дальше играем. Поэзия 600. Некогда ведущий программы вокруг смеха Александр Иванов уверял, что его кормильцами являются почти все советские поэты. Как это понимать? Поскольку Александр Иванов был пародистом, то он зарабатывал именно пародируя их. Играйте. Шахматы 1200. Маленький Миша Ботвинник в своих первых шахматах заменил оловянным солдатикам эту утерянную фигуру. Слона. Окна 300. Китайцы использовали ее для застекления окон еще в 250 году новой эры. Слюда, например. Верно, Виталий. Вологодчина 600. Заповедник, носящий имя этого англичанина, Вологодчина делят с Ярославщиной. Дарвинский заповедник. Дальше. Ну, давайте Вологодчина 900. С ней Сергей Есенин обвенчался на Вологодчине в июле 1917 года. С Зинаидой Райх. Дальше. Что почем 300? Я стою три кусочка колбасы. Так дешево оценил Барт Алексей Иваченко любовь этого животного. Ну, собаки, наверное. Нет. Кошки, может быть. Конечно. Сергей Владимирович, играйте. Что почем 600? Рукопись его стихотворения Кинжал ушла с аукциона Сотбис за 10 тысяч фунтов. Вот такое стихотворение есть у Лермонтова. Но оно же и ушло с аукциона. Играем. Что почем 900? В Киргизии можно официально откупиться от этого за 500 долларов. По-моему от армейской службы. Да. Поэзия 300. Каждый пред богом наг, жалок наг и убог. В каждой музыке бах, в каждом из нас закончите мысль Иосифа Бродского Бог. Верно. Что почем 1200? Самыми дешевыми извозчиками были Ваньки, крестьяне приехавшие в город на заработки. Резвые обходились подороже. Самыми дорогими были они. Залетные? Нет. Лихачи. Верно, Виталий. Шахмат Вологодчина 1200. Объединение Снежинка вот уже 35 лет производят именно это. Вологодские кружева? Верно, Сергей Владимирович. Один из четырех 1200. Эта страна присоединилась к Антанте только в 1915 году, после чего блок стал называться четверным согласием. Похоже, Румыния. Нет, Сергей Владимирович, это не так. Это Италия. Дальше. Поезди 900. Вам достается аукцион. Напомню вам, у Дениса минус 2300, 4500, у вас 7300, у Виталия. Нет, не решусь, в номинал. Виталий. Поезди 900, да? Да. 4600. Играем. Полная тишина. Именно это Анна Ахматова с некоторой долей сомнения назвала одной великолепной цитатой. Одной великолепной цитатой. Это в кавычках, да? Представляете себе. Именно это Ахматова назвала как это брать? Ваш ответ. Сопсев доним. Но может быть поэзия сама одна великолепная цитата. Поэзия. Увы, играйте. Шахматы 1500. И вновь аукцион. Ну теперь лабанк уже делать нечего. Лабанк. Сергей Владимирович. Нет, пас. Играем. Только этот шахматист выступал в двух матчах СССР остальной мир за обе команды. В 70-м году за СССР 11-4-х полторы. Вам достаётся аукцион? Номинал. Что скажете Сергей Владимирович? Нет, пас. Виталий? Пусть играет. Играем с Денисом. По средневековым воззрениям, люди такого темперамента разделяли природу обезьяны. Холерики? Нет, увы, сангвиники. Денис? Что почём полторы? В 1902-м году эти подземные сооружения на Театральной площади обошлись Москве в 6 тысяч рублей, но вход стоил всего пятачок. Туалеты. Дальше. Вологодч на полторы. Закладка Вологодского Кремля при Иване IV-м происходила в День Святых Насона и Сосипатра. Отсюда это второе название Вологды. Насон Город. Верно. Поэзия 1200. Вам достаётся ход в мешке. Денису. Денис, играем. Игры из оба 800. Будьте любезны, фото. В какую игру вы сможете сыграть, имея такой набор? Предположим, крикет. Нет, увы. Всего одну букву вы перепутали, однако назвали другую игру. Это крокетные принадлежности. Дальше. Окна полторы. Автора назовите. Васильев Константин. Браво! Поэзия полторы. Мне говорят, что окна таз моих стихов полезнее. Полезен также унитаз, но это не поэзия. Автор четверостишая. Маяковский. Нет, Денис. Автор четверостишая Николай Глазков. Ну что же, подведем итоги нашего третьего раунда. Минус 3 300 у Дениса. Денис, увы, не на что вам играть в финальном раунде. Большое вам спасибо за участие. В финальном раунде мы встретимся с Виталием. У него на счету 5 400. И Сергей Владимировичем у него на счету 6 000. Впереди финальный раунд. Спонсор программы торговая марка Эрих Краузе. А мы вновь в суде и мы разыгрываем финальный раунд. Сейчас вы увидите перед собой 7 возможных тем финального раунда. Вот они. Будьте любезны, Виталий, выберите, пожалуйста, тему, которая вам не нравится, мы ее тут же уберем. Оперы. Спасибо, Сергей Владимирович. Зимний спорт. Виталий. Цифры и числа. Убрали. Сергей Владимирович. Восток дело тонкое. Нет такой темы. Виталий. Собаки в кино. Сергей Владимирович. Торговля. Играем в тему городской транспорт. Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. А я тем временем напоминаю телезрителям о том, что по правилам нашей игры, в том случае, если претенденту удается обыграть гроссмейстера, претендент, во-первых, занимает место обыгранного гроссмейстера вложи сильнейших, во-вторых, получает замечательный приз, золотой приз Эрих Краузе. Это перо ручной работы, изготовленное из золота 585-й пробы и украшенное россыпью драгоценных камней. Ну что же, ставки сделаны, они внесены в память нашего компьютера, и я предлагаю вопрос. Внимание! В первом лондонском двухэтажном автобусе второй этаж был открытым. Его пассажиры могли занимать одно из 14 мест или сидеть на краю крыши, свесив ноги. В этом случае билет стоил дороже, так как требовал этой дополнительной работы от персонала. Время! Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, время истекло, я предлагаю посмотреть, что ответили наши игроки. Сначала ответ Виталия. Мытье окон. Это верный ответ. Действительно, когда человек сидел в даблдекере, свесив ноги со второго этажа, он пачкал своей обувью окна первого этажа, и их нужно было мыть, поэтому билет стоил дороже. Ставка Виталия. Спасибо на данный момент. У Виталия на один рубль больше, чем у Сергея Владимировича Северова. Теперь Виталия спасет только неправильный ответ Сергея Владимировича. Ответ Сергея Владимировича прикрепить. Это неверный неверный Ставка. Спасибо, Сергей Владимирович. Виталий, я напоминаю и вам, и Сергею Владимировичу о том, как формируется наш призовой фонд. Формируется он из сумм выигрышей участников нашей игры. Виталий в данной ситуации выиграл очень немного, однако же он получает эти деньги, и точно такую же сумму мы добавляем к нашему призовому фонду. Призовой фонд у нас постоянно растет. Ну что же, дорогие друзья, еще бы мне хотелось напомнить вам о том, что этот призовой фонд, который перевалил уже за 800 тысяч, он будет нами разыгран в финальных играх, а в финальных играх примут участие те 9 гроссмейстеров, которые к тому времени сохранят свои места в гроссмейстерской ложе. Огромное спасибо вам, уважаемые игроки, за игру, вам, дорогие друзья, спасибо за внимание, всего доброго, увидимся, пока! Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон»